В Сыктывкаре очередной коррупционный скандал. Задержан, а затем арестован по подозрению в присвоении и получении взяток директор регионального центра подготовки авиационного персонала Андрей Козлов. Под следствие также угодили два бизнесмена, которые были с ним в сговоре. Один из них, Александр Литвинюк, также взят под стражу в зале суда. Какие суммы фигурируют в деле, знает Иван Беречевский. Сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ по КОМИ пришли в квартиру Андрея Козлова 21 октября. В ходе обыска у него обнаружили крупную сумму в валюте и рублях. Подозреваемый пояснил, что эти деньги принадлежат не ему, а его супруге. Понимаете, пройдите сюда. После всех процессуальных процедур фигуранты доставили в Сыктывкарский следственный отдел. После допроса задержали. По версии следствия, в 2016-2019 годах директор КОМИ Регионального центра подготовки авиационного персонала действуя в сговоре с двумя руководителями строительной компании присвоил 1 млн 370 тыс. рублей. Руководители коммерческих организаций предоставляли для оплаты документацию по договорам подряда с завышением стоимости фактически выполненных работ. Руководитель центра, будучи осведомлённым об этом, принимал и обеспечивал оплату. За способствование заключению договоров на длительный период, своевременную оплату за выполненные работы руководитель центра получил от подельников в качестве взятки более 500 тыс. рублей. 575 тыс. рублей в виде так называемых откатов ни сам Андрей Козлов, ни один из предполагаемых взяткодателей Александр Литвинюк не признали. Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте фигурантов. Сыктывкарская фемида отправила обоих в СИЗО. При этом Козлов имеет паспорт гражданина Латвии, который предоставляет ему право беспрепестного уезда на территорию данной страны. Согласно представленных суду результатов оперативно-родственной деятельности, намеревался покинуть пределы территории Российской Федерации, к чему имеет достаточные финансовые возможности. А также осведомлённый метод конспирации и способов пересечения государственной границы, о чём прямо указывал в ходе телефонных переговоров и нового соучастника преступной деятельности, что даёт суду достаточное основание полагать, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда по тяжести предъявленного обвинения. У арестованных остаётся право на обжалование постановления суда. Если апелляцию отклонят, Андрею Козлову придётся отмечать 60-летний юбилей в стенах следственного изолятора.